Через два дня я вернулась в дом Амстронгов, чтобы сказать, что Дэйзи скоро можно будет похоронить. Я злилась на себя за то, что не смогу сообщить им хорошие новости. Я не была готова к еще одной трагедии. Так. Найти полковника Амстронга. Да. Хорошо. Идем. Здравствуйте, Мисс Моро. Мне нужно поварить с полковником Амстронгом. Доброе утро, Дэйзи. Полковник Амстронг наверху. Он неважно себя чувствует. Всех приветствую на прохождении... Я уже не помню какой. По-моему, шестой части. Убийство в очень точном экспрессе. О, приветкайся. Так. Я так понимаю, что еще серию две, наверное, и мы с вами уже закончим. Что-то мне так кажется. Так что всем приятного просмотра. Так. А ну себя в комнате. А у себя в комнате отойди. Угу. Понял. Доброе утро, полковник. Ваша жена здесь? Здесь. Нет, Сони здесь нет. Вы всегда на шах позади. У нее случилось предновременные роды. Моя жена Дэйзи и наша малышка... Больше нету. Мне очень жаль. Я с утра сразу поехал сюда. Мне сообщили, что можно все устроить, чтобы Дэйзи вам вернули для похорон. Я не знала. Что ж, значит, вам больше не придется возвращаться. Я устрою все так, чтобы Дэйзи, мою жену и нерожденную ребенка похоронили одновременно. Весьма рационально. Я военный, и для меня важна рациональность. Я знаю, как вам сейчас тяжело. Нет, не знаете. Мне не нужно ваше сочувствие. Мне нужно, чтобы вы сделали свою чертовскую работу и поймали скота, который это совершил. Я знаю, вы мне не поверите, но я клянусь вам, что я найду убийцу. Он от меня не спрячется, даже на крови света. Тогда идите. Прошу, идите и найдите его. Окей, пошли. Пошли искать. Я не сдамся. Это уже не просто черные дела, а что-то лишнее, да? Я так понимаю. Всем патрулям вблизи хижины, где было найдено тело Дэйзи, Амстронг. Туристы заметили пикап, который пересек. Оградительный. Есть кому проверить? 28-й. Мы можем, но довольно далеко от места. Диспетчер, это 11-й. Я проверю. Принято, 11-й, выезжай. Ограждение, да, он сбил? На пикапе своем. Тот самый пикап. Посмотрим, кто пересек нашу оградительную ленту. А, оградительную ленту. 11-й. Я в бузыль хижины. Сюда кто-то проник. Вам нужна подмога? Пока нет. Хочу осмотреться. Принято. 11-й. Так, идем, посмотрим. Но сначала пшены проколем. Так, кто-то прониклёт. Печатаны полиции помещение. Хорошо. Ладно, идем смотреть. Так, нужно сначала найти того, кто это был, да? Следы. Так, а можно ли мне фонарик? Так, это знак криминалистов. Скотч, чтобы залучить крик Дези. Черт, я найду того, кто сделал это с тобой. Так, ну здесь мы были с вами, по-моему, чуть в прошлой, чуть позапрошлой серии, да? 3,892. День смерти бедного оленя. Не знаю, пригодится ли нам 3,892, но запомним. Так, вниз я не могу спуститься. Ну, мы вроде всё обыскали. Так, ну. Я вижу, что можно спуститься. Ладно, нельзя, так нельзя. Идемте. Идемте дальше посмотрим. Может, вокруг дома что там есть? Так, кто-то проигнорировал, да? Оградительную ленту. Так, у нас здесь был топор. Здесь мы не пройдём. Так. Ну, в принципе, всё. Можем ехать. Нет. Так, хорошо. И что, как выяснить? Так, давай смотреть. Может, тут у нас что там будет? Так, нужно выяснить, кто и зачем. Ну, и как бы... И как бы... Чето. Я вроде всё смотрел. Я вроде всё смотрел. Или как обычно, мы что-то с вами упускаем. Так, ну оленя тоже. Кроватка, кроватка. Ну, всё, ребят, я всё смотрел. Ага, кроме усищ. Кроме усищ мы всё смотрели, да? Ну, и? Креца, ну, и? И шо? Так, они решили, что здесь нужно где-то искать. Ну, нет. А назад? Тут тоже закрыто. Да, хорошо. Блин, ну не может он же прятаться в доме, правильно? Или может? Или я, как обычно, что-то не понимаю. Ну да, тут не присесть. Тут не подпрыгнуть. Здесь я нашла пушистика. Любит моя игрушка Дейзи. Ну, игра. Дай мне подсказку. Хорошо. Хорошо. Найдите владельца пикапа. Ну, давай нажмём подсказку. Так, следы ведут в хижине. Следы ведут вглубь территории. Ага. Типа на улице, да, где там? Окей, давай смотри на улице. Ну, на улице вроде всё, как вы видите. Я дальше здесь пройти не могу. Тупо невидимая стена не пускает. Так, здесь тоже. Так, ага. Усище. Thank you very much. Здесь тоже. Приседать здесь мы не можем с вами. Что это такое? Слышали? Ага. Потайной вход, да, наверное, есть? Так, ты шо? Не стреляй, офицер. Я на вашей стороне. Сэр, держите руки, чтобы я их видела. Конечно, без проблем. Сэр, это место преступления. Кто вы вообще такой? Я журналист. Из Бостон. Наши новости, мол, можно смотреть. Что-то там была бабла в таком большом. Ладно, я больше не... И не нужно, здесь никого не будет. Было трудно устоять. Надо было постараться. Вы арестованы. Вот вам стоит сказать мне спасибо. Смотрите, что нашёл, что вы упустили. Мы к этому ещё вернёмся. Но сначала вы отметили на несколько вопросов. Мне привычно их задавать. Ну что ж, валяйте. Кто вы такой? Я журналист. Майкл Карл. Кларк. Пока ещё не ведущий новостей, когда-нибудь им станет. Можете это доказать? Моё дострения в машине. Что вы здесь делаете? Вы должны знать, что вход на место преступления запрещён. Я, как и вы, расследую похищение Дэйзи Амстронг. Машина, что стоит у хижины, принадлежит вам? Да. Это я проверю. Дайте мне руки, надену вас на ручники. На РК мы сможем договориться. Дайте руки. Вы не зачитаете мне свои права? Вы имеете право хранить умолчание. Мне бы хотелось, чтобы вы им воспользовались. Диспетчер, это 11-й. Я задержал подозреваемого. Человек на месте преступления. Я ценю ущерб, вторжение. А потом доставлю подозреваемого. Принято, да, таки влог. Так, идёмте. Идёмте, осмотрим бункер. Блин, а я так бы и не заметил, что здесь есть проход, если честно. Если бы не посмотрел на подсказку. Так. Ага. Блин. А не помните, какой был у оленя пароль? Сейчас надо будет посмотреть. Ну, это единственная цифра, которая здесь, в принципе, есть. Так что... Я думаю, они нам и как раз и подойдут. Так. Тридцать восемь, девяносто два. Тридцать восемь, девять, два. Идём, попробуем. Тридцать восемь, девять, два. Да, я знал, что у меня получится. Можно будет указать взлом сейфов в резюме. Ну вот, я же говорил, что это... Единственное, что оно может подойти. Так, посмотрим, что за тайны там скрыты. Так. А ну, включай фонарик. Так, что делает эта канистра? Лежит. Так, давай откроем. Ну? Всё? Это типа... Типа всё, что мы можем. Так. Ага, загадка. Загадка, загадка. Хорошо. Сейчас будем смотреть. Что это за загадка? Так, что у нас тут есть? Так, это чертёж похож на ту бомбу в хижине. Похитили вдоль бомбу. Да, изготовили. Так, давай смотреть, куда ведут эти провода. Давай смотреть, куда ведут эти провода. Так. Нет, не выходит. Хорошо. Хорошо. Сейчас, секунду. Секунду, секундочку. Так, продолжаем. Давай смотреть. Так, понимаю, нужно по очереди их как-то будет включить, да? Так, куда она ведёт? Куда она ведёт? Эти провода. Да, эти провода ведут у нас в ту сторону. Так. Так, я так и не понял. Так, я не понял, что конкретно. Ага, и здесь тоже, да? Можь. Так, сейчас, секунду. Так, ты идёшь сюда, а вы провода идёте в эту сторону, да? Мне нужно, чтобы оно засветилось. Так. Ага, это оборванный. А здесь у нас идёт провод снизу. Снизу, значит, третий, да? Ну, насколько я понял. То есть, возможно, либо этот, либо вот этот вот первый. Так, тихо, тихо. Крышка повреждена, сейчас бензина вытекла. Так, хорошо. Не знаю, ну давай. Давай так и давай. Давай вот так. Не? Ладно, давайте, наверное, мы с вами, знаете, чтобы было проще. Так, собрать сведения. Ага, это не то. Смотреть бункер. Так. Мне нужно попасть в бункер. Это, ну, это, да, это я попал. Мне нужно сейчас сойти. С этим разобраться, как эту штуку включить. Оно вроде всё просто. Вроде всё просто. Оно идёт отсюда, этот провод идёт. Прямо конкретно. Так, стой. Мне нужно, нужно понять. Какой именно нам нужен? Вот этот вот. А значит. Так, где ты? Раз, два, три. Значит, вот этот вот провод. Ага. Мне нужен слева, который. Вот этот вот раз. Раз, да, хорошо. Ну, всё. И он, по идее, ведёт в эту сторону. Это правильно. Здесь у нас шо, куда ведёт в эту сторону. Ну, и нам нужен какой? Нам нужен нижний. Так, нижний, нижний, нижний. Нижний, это, по-моему, вот этот вот. Ага. Это средний, значит. Так. Ты средний. Так, сейчас, секунду. Средний. Хорошо. А ты у нас здесь за счёт отвечаешь? Ну, я вроде всё сделал. Всё сделал, что нам нужно. Либо нет. Так, а ты у нас третий, да? Я смотрю. Так, а третий у нас, то есть отсюда, третий ведёт сюда и посерединке. Ну, всё. Вроде бы я правильно всё сделал. По идее, должно заработать. Почему? Почему, почему, почему. Так, ага. Окей. Тогда, ладно, давай смотреть. Этот нижний, этот всё. Блин, ничего не вижу. Этот идёт сюда. Хорошо. Этот идёт сюда. Так, и выходит у нас на... Ну, да, всё правильно. Сюда выходит. Только в чём проблемка? Видится, что с тобой не так? Или что-то от меня хочешь? Так, ладно. Давай посмотрим. Возможно, я ошибаюсь. Так, если включить электричество, то, возможно, смогу открыть дверь. Если я прослежу, когда ведут кабеля, двери, то смогу включить питание. Первый выключатель на каждом из трёх или трёх должно быть включено. А, первый выключатель. Хорошо. Давай попробуем. Так, первый. Первый, первый. Ну, не знаю, я вроде всё правильно был провёл, но тут, возможно, я... Возможно, я и ошибаюсь, да? Возможно, и неправильно. Ну, всё, каждый первый выключатель. Или первый справа. Аня, да будет свет. Всё правильно. Знаешь, я чё-то неправильно там разбирался. Ну, и ладушки. Отличная работа. Так. Что у нас тут 24 февраля? День похищения. Преступники знали вечеринки. Ага. Ну да, преступники подготовились. Знали, что будет вечеринка. Так, откройте сейф. Откруте сейф, хорошо. Так, сейф за двумя запётыми дверями. Давай смотреть. Так. Давай посмотрим. Код 5173. Так, 5173. Хорошо, давай посмотрим, можем посмотреть мы его здесь найти. Этот код 5173. Так, 5173. Я думаю, навряд ли, да? Или где-то на карте, может быть. Нет? Не мог. Ладно, пароль мы уже узнали, так что. Так что, пойдём. Так. 51. 51. 70. А, не-не-не-не-не-не-то-не-то-не-то. Это заново. Так. 51. 51. 73. 3. да я знала что у меня получится так а можно быстрее открывать чтобы идет звуки не раздражали так ручка ручка дорогая судя по виду с инициалами как она связана с похищением так это заколка дейзи это бабло сики да похоже на резинку которая привязана и денег не лица смогу сказать на реках окна по цвету там что-то до оставлю все до приезда криминалистов и давайте доводим потому что звук электричества работающего генератора лишь там он работает так вообще-то бункер для криминалистов наконец-то прогресс отлично отлично только я таки не понял где мы должны были брать с вами этот код от севка 5173 и сейчас не нужно разговаривать подозреваемым машу тебе нужно вызвать полисию так мы что же вроде из полисии так что нам нужно давай капитан думай так отлично посмотреть фото да так фотографии семьи амстрон репортер просто сделал свою работу идет что-то еще все что не будет а фотографии в души ничего такого ладно ладно так бардачок закрыт хорошо так водительские права также журналистское удостроение здесь указан телефон отлично можно позвонить 3480 1 или 87 ну вот видите 3 4 8 7 да по моему 3 4 8 7 она можно позвонить или 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 не или так так не работает и так не работает так же так телеобъектив ничего необычного он журналист ну все все смотрели бардачок закрыт выходим так как там 3 4 8 7 так погоди 3 4 8 7 да да никаких промахов да таких джон полиция беркшина я бы хотела парить с редактором секунду таки блок это и билл сам ивану этот чем могу помочь у вас работа человек по имени майкл кард да а а шо такое так что он обычно пишет чем специализируется мистер кларк кларк прорежу на риски расследования в основном преступления по правде говоря иногда приносит что-то довольно жуткое и что есть какая-то проблема или какой-то материал когда вы после нас с ним общались где-то 7 или 8 месяцев назад тот тот момент в тот момент что в этом нет ничего необычного на майкл кларк он собирает материалы если что может пропасть несколько месяцев да ну плюс-минус вы помните если последнее расследование так по имени джеймс миллер так его назвали королем замороженных тел да очень помогли он будет немного блин а можно еще быстрее текст еще раз спасибо скажем можно еще быстрее текст или не канистра которая нашла в бункере он как раз подходящей формы мне сейчас не нужно разовы да соберите сведения майкл карли таки вроде уже собрал будешь уже собрал решим не нужно еще что мне нужно сделать так ты взломать не хочешь так бардачок закрыт бардачок закрыта все ничего нету здесь о здорово ключи за козырьком да типично так открываем отлично что такое кошелек так похоже с водительским настроением парка все в порядке хорошо здесь что музей какой-то да окей все это мы обыскали давай смотреть ну дай 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 так машин зарегистрил на майкла кишки все так нужно отвести его на допрос хорошо поехали поехали будем допрашивать я знаю свои права нельзя просто запереть человека в машине уйти будя собакой так бы не поступили участке есть туалет ну будь ты собачкой мультинарная по кошка опустили а так переживешь у меня есть право на телефонный звонок детектив как вас там алло босс это майкл я все еще расследует похищение амстронгов но есть небольшая проблема я зашел куда не следует да нет я не арестован просто задержан я играю с огнем нет это вы играете с огнем репутации агентства что шутите если вы думаете что играй с огнем что что-то сожгите все мои мосты увольте меня ясно вам увольте да сделайте это мне очень гладко думаю свою мысль 1 что теперь я покажу куда идти потом мы с вами побеседуем теперь у нас есть образец вашего днк так что можем начать допрос подозреваемого майкла наш разговор записывается маленьким эльфами за зеркалом наверняка вы были задержаны на месте преступления повредили родительную ленту я за нее заплачу это проступа класса а и за него приглашается штраф 500 долларов вот незадача я начала расскажите вы были в ночь по кичине дэйзи амстронг смотрел телевизор в своем номере в мотеле мой номер ма я услышал первое сообщение девочки полицейские на месте близко вы меня не подпустили я поставил будильник чтобы не заняться расследованием рано утром я пытался заснуть это было непросто кто-нибудь может подтвердить его были боюсь нет я был один и страдал бессонницей печальное сочетание как я понимаю вы плохой алиби так хорошо так начать объяснение с майклом да во время канистры с бензинами о том что мы нашли вас в карманах при обыске я заинтригован так попытка строить пожар местонахождение бункера как вы знали что на территории есть бункер а как ваши капиталисты это упустили они были заняты смотрим хижины и было слишком темно провинциальные копы из провинциальным умом простите это было невежливо а знаете по самой в чем-то похожим моя работа найти то что что-то интересно для зрителей вы делаете это ради правосудия а и ради денег просто я талантливее вас я знаю что вы лжете мистер кларк ваши следы велик от хижины прямо к бункеру он был хорошо скрыт вы должны были знать заранее думаете что хотите детектив вы сказали что вы журналист и работаете в бостон я продаю им свои материалы да ага имя главного редактора камера оставленной машине ваша фотокамера была в пикапе вы не собирались делать снимки вместо преступления я предпочитаю сперва смотреться когда я вижу что-то интересное начинаю собирать материалы я не знаю ни одному журналист а который бы не держал камеру под рукой во время работы считает себя невозмимым нужно сыграть на его гордыне что вы делаете в бекшире какое отношение вы имеете к делу амстронов последние несколько месяцев работал над крупным делом бостон очень ждал от меня черных материалов амстон давно были на моем радаре когда похитители дэйзи и а когда похитили за переключился на это дело после несколько месяцев работал над крупным делом черный материал амстрон давно были моим радаре может это вот я не вижу доказательства что он наружу да да пахтель дэйзи приключился на это дело начал расследованием значит вы случайно наткнулись на крупное дело похищением пока были в биркшере да весь черт подери расследовал загрязнение реки и тут бат сделаем странам это вам не какой-нибудь научпоп и она полна след мне на слава нас лет так выберите элемент доказать что он должен бостон на страницу листа камера камера ваша камера в пикапе в ней были снимки дэйзи до похищения амстрон известная семья вроде кеннеди их с ней таких снимки пользуются спросом сначала просто делал снимки тайна эксклюзив мечта любого папарацци этим скандал что угодно когда произошло похищение понял что оказался на месте первым конечно я хватился за эту возможность у вас на все есть ответы вы не то чтобы мастер своем деле давно ли вы портут работаете достаточно давно чтобы упечь вас за решетку расскажите зачем вы отправились хижину там где полиция всегда есть что-то интересное для меня так местонахождение хижины пикап как вы нашли хижину через полицейской радио криминалистам рассказали как туда добраться позже утром когда они наконец-то уехали я запрыгнул машины и поспешил туда вы разорвали ленту на входе это серьезное нарушение мистер кларк знаю простите я заплачу трав просто я слишком увлекся не часто доводится смотреть место преступления его это забавляет нужно увидеть как-то из себя расскажите еще раз как бы добрались до места преступления я слушал сообщение в полицейском чистоте сосканирует а может кто угодно и отзывался место преступления своем верно пикапе делаю уже много лет после того как уехали криминалисты мне нужно было взглянуть на место преступления добраться до бункера и тут пришли вы так слушал сообщение полицейской чистоте на место преступления своем верно пикапе мне нужно было взглянуть на место преступления добрался до бункера и тут вы пришли нет нету хорошо так и просто миспознение церковь лет кинаешь про пикап вы сказали что езди на этом пикапе уже много лет верно благодаря ему я никогда не успел пускай хороший материал так свидетельство регистрации автомобиля выбрали что ездите на своем пока немного лет но он зарестрирован и на ваше имя владелец пикапа зовут стивен бейкер ладно не понимаю почему так важно для вас наверное я это сказал чтобы похвастаться до пика подложила мне друг я бы не смысл себе позволить такую машину и думаю вы угнали мистер кларк вам нужно была такая машина для нашей горных дорог и вы угнали ее сперва докажите это но вы не можете меня здесь держать пока ищите черт знаете что я знаю что кларк ждет мне нужно воссоздать всю последовательность давай попробуем так так-так-так-так прихожу и застой кларка врасплох так ларк берет из пикапа канистру бензина кларк закрывает бункер разрывает так кларк открывает бункер канистра так и вот так она не наоборот на кей да давай берет канистру разрывает открывает проняет а что не так хорошо но не может быть так роли так бесишь меня игра реально бесишь но первым делом кларк разрывает оградитель ленту правильно потом кларк открывает бункер нет ларк берет канистру бензина потом открывает он бункер я добирают и хижины ларк бросает канистру бункера ларк закрывает бункер вот тут я его и попал но во все правильно да я вам скажу как было все на сделку вы дождались пока видит криминалист и приехали на своем пикампе возможно угнанном и вы взяли из манишки канистру бензина отправились хижем чтобы узнать нашли ли дейзи затем вы пошли в бункер хотели выяснить не обнаружили его собрали строить пожар чтобы уничтожить все улики но то как бы успели это сделать пришла я в спешке стали там канистру бензина закрыли лук вы не думали что я вас найду да если бы они сошла вы бы сожгли там все определенный новичок в этом деле клянусь я говорю правду до вашего прихода я не знаю что там есть бункер похоже оказался умнее всей полиции когда я получу результаты днк из бункера мы продолжим разговор у вас нет против меня ничего существенного скоро будут результаты анализа вам это с рук не сойдет видите звонок это поводу ордера на ваш арест скоро вернусь алла сэр я думаю нашла похитителя дейзи амстронг сейчас допрашиваю подождите дикты у меня плохие новости тут устроил пожар в хижине и бункере пожарной уже на месте говорят приехали слишком поздно это невозможно поздравим был у меня в допрос на и весь вечер нам придется отпустить сезона и опечатки были на бутылках найденных в хижине также нашли отпечатки неизвестного но они не принадлежат вашему подозреваемому я так уже дал вам послабили не так мы не можем арестовать только потому что вы уверены в вине у нас есть доказательства что у союзника был сообщник но гарри призываю вас освободить журналистам и арестовать мара позвольте мне проверить днк на генн сейфем я знаю как вам тяжело хорошо узнать результат анализа даю вам максимум час а потом закрывает отдела результате сезона мара спасибо сэр окей окей куда нам идти давай смотреть так так добавлю это досье лишь лишь бы шаг что-то там кого-то хорошо так досье многовато преступление для маленького города хорошо для него всего лишь это игра в компьютер и так залезе не смог да так здесь тоже не могу здесь тоже не могу что мне возвращаться так кому звонили редактору из бостон вставляли что-то насчет игры с огнем это было ваш сообщим так ведь сообщник так выберите имя сообщника джон но я знаю что звонили но а без своего адвоката я больше ничего не скажу оставляйтесь на месте я с вами еще не закончила так вам придется меня отпустить детектив мне нужно позвонить в лабораторию я знаю что это вы и докажу это алло это джоанна мне нужно результат анализа днк которая просила вы детективы извините но у нас только есть последовательность и пока не было времени сравнить с данными это потребуется еще пара часов прошу прощения но у нас очередь отправить результат мой компьютер в офисе сама сделаю сравнение и нужно разрешение у меня тут убийца который придется упустить если сейчас не получу результаты хорошо сейчас отправлю но мне нужно сообщить об этом хорошо сообщай это мой последний шанс кей и повторюсь еще раз 25 раз чересчур сильно быстрой диалогием так что мне нужно не подходит не подходит да а мне тут нужно двигать решение нужно делать так ты так что нужно делать мне нужно как-то сравнить да а либо сразу вот эти все четыре штуки подставить так а т.г. а т.г. так оно не подходит да надеюсь и правильно это все делаю так мне нужно чтоб сверху вот это вот так совпадало до ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт так понятненько понятненько это нужно где-то вот сюда все отлично о нет сюзанна ничего не понимаю я был уверен что это волос кларка мне придется его отпустить да давайте отпустим значит немножко поступлю я так что буду иногда пользу подсказками так можете этим жаль что ваши надежды не оправдались детектив может вам стоит сменить работу мы еще не закончили они дорогуша мы закончили ревуар у меня не было выбора и пыхла в дом амстронгов так мы сюда прибыли чтобы ордер на сезону моро так сюзану подставили да это понимаем я не сдамся пока последнее слово за окружающим детективом там прокурором ладно идемте арестуем но мы так понимаем что это не она дверь распахнута как странно так как странно так идем и есть кто нибудь есть мисс моро мне кажется 6 мисс моро уже висит где-то на люстре они а таблетки до продолжалось мисс моро вы меня слышите это я дают и блок вам нужно встать мисс моро так как мисс моро наелась таблеток мисс моро вы меня слышите сезон моро мертва на теле нет следов насилия не похоже что она защищалась кей-кей таблитос и похоже все равно покончил с собой приняв таблетки я как-то не удивлен так ну по-моему мы здесь да мы здесь и книжку и все осматривали очков нету так хорошо прошел раз были очки не понял какой серии так хорошо салфеточки здесь была сережка я помню либо колечко либо сережка либо колечко было хорошо давай дальше осматриваться сезона дневник пропал компьютер так уважаемая мисс моро прошу прощения что приходится вам писать доктор а адамс уже несколько дней не может до вас до замениться хотим сообщить вам что ваша мама умерла в ночь на субботу 29 марта пожалуйста обратитесь так обращайтесь к нам если вам понадобится помощь организации похорон понятненько так я убил одессе я боялась что она все расскажет если отпустить ее живой и не могу с этим жить что мне кажется шар ее кто-то подставил так должно быть мисс моро поняла что и использовали окей ладно так сезонского правду про свою мать я позвонил кружу кружному прокурору это декти влог сэр я в доме арам сэр вы расставали сузану моро она мертва сэр похоже на самоубийство но нужно чтобы криминалисты приехали на покой с собой потому что сожалея своем поступке мы об этом не знаем и сейчас вызов криминалистов сколько же проблем оставайтесь до приезда криминалистов на месте дело было официально закрытом я была уверена что на него там не было поливать что дело официально закрыто я поклялся мистер повару что найду кларк чтобы мне этого не стоило